Через Динамо прошло очень много балерин, но в фильме большой, и это все неправда. Привет! Это канал Таня Прустанцы, и сегодня у нас в эфире новая рубрика. Я назвала ее «Болтология», потому что мы будем просто болтать, и болтать будем с нашей любимой балериной Марфой Федоровой. У нее есть два часа на обед, поэтому мы с ней встретимся и поговорим про то, как она пришла в балеты, какие ждали ее трудности в училище и в театре, как она их преодолевала. В общем, обо всем самом интересном. Пойдемте к Марфе и все спросим у нее. Сколько сахара? Максимальная. Марфа, в общем, с того, что тебя давно не было, расскажи, куда ты пропала нашим зрителям, подписчикам? Ну, как-то вот... Ну, вообще сложно просто совмещать театральный график с какими-то проектами. Вот. Ну, хотя у меня сейчас работает так относительно немного, но все равно какие-то репетиции есть. Ну, и потом у нас так день строится, что, может быть, допустим, класс закончится в 12, потом репетиция там в 3 часа дня, и потом в 7. То есть нет перерыва? То есть нет, перерыв он вроде есть, но уехать далеко никуда вообще не реально. Что это такое? Это вот жиле панакоты называется. Ну, не знаю, насколько оно на сливках и на молоке, но вроде бы. Но оно очень вкусное, я здесь всегда его беру. Всегда, часто, да? Ну, когда вот в прайме мы обедаем, я сюда беру. А вы вообще где обедаете обычно? Столовое в большом или... Да, у нас в театре есть столовая. Даже в 3 столовых. Можно выбрать, куда поездить. Не буфет, а именно столовая для людей, ну, для столовых сотрудников? Две столовые и три буфета. В общем, да. Но иногда вы ходите сюда, да? Просто эта еда уже надоедает, поскольку каждый день, как в эти котлетки все, хочется как-то выйти вообще подышать воздухом в Телеверии и все. Ну, вот Кубергерский переулок весь исследован. Что любимое на Кубергерке? Кубергерский гост весь. Академия. Мне нравится там очень так приятно находиться. Что кушаешь в Академии? А, я очень люблю там какао. Там такое тепленькое. Там коктейли вкусные, но это вечером. Алкогольные? Да. О май гад, я думала, в Академии этого не делают. Не, ну, не каждый же день, конечно, по-прежнему. Скажи, как ты пришла в балет? Сколько я себя помню. Я всегда где-то занималась танцами. И потом я пошла в Академию. И сразу взяли? Да, меня сразу взяли, но я не ожидала этого. Да, я параллельно поступала в Академию Лавровского. И туда меня сразу взяли, а я знала. А здесь там же много туров, и потом нужно ждать, искать результаты. Вот. И я уехала. Какие у них сразу прошло? Так, лет 9 лет. Вот. И я ждала результаты, уехала в деревню. Потом приезжаю на третий тур, загоревшая такая. Ну, ребенок там, я особо не соображала, что это что-то супер важное. Вот. И я приезжаю, меня спрашивают, я не помню, кто, может быть, даже ректор Леонов говорил. Одна спрашивает, а что ты такая загорелая? Я говорю, я в деревне отдыхала. Она говорит, ну, живешь ты где? С явным испугом, что придется, наверное, в интернат ребенка селить. Нет, я говорю, живу в Москве, я как-то знаю. Но это такая забавная история, запомнилась. Ты про помнишь, да? Да, вот эти все нюансы. Я помню, как мы там, там перед тем, как третий тур, это такой тур, где проверяют танцевальность. Там дети готовят дома какие-то номера балетные. Там, в школе Виктора ты готовила? Не, я готовила дома, но у меня там был педагог, моя мама мне поставила танец. Она у тебя балетная? Нет. Ого. Просто моя мама мне поставила танец твою. Конечно, потому что мне там все за... По ванну на музыку Гавриэля Порре. То есть, прям все так сольюзно, что все огромное. Ну, это там, мама, это отдельная история, без нее вообще ничего. Давайте, в следующий раз, если вам интересно, больше про детство, матку напишите, мы еще потом поснимаем. Вот. И также моя педагога в музыкальной школе, ну, в детской школе, со мной репетирует. Ну, чтобы все-таки какие-то нюансы были. Балетные. Да. Вот. Ты переживала? Помнишь вот это? Я вообще не переживала. Я в детстве была абсолютно бесстрашный ребенок ко всему. Мало того, что я как бы особо не думала, что это может быть какая-то моя профессия, судьба. Мне просто очень нравилась. Я просто... Я хотела быть знаменитой, как моя пресецка. Я прям помню. Ты говорила всем этом, да? Нет, да. Нет, ну, знаешь, там вот кинь монетку, загадай желание. А. Везде, где таком можно, я загадывала это. Значит, будет все еще. Я уверена. Должно будет. Хорошо. И вот здесь третий тур, ты танцуешь? Да, вот по ванной я спалывала. Но меня остановили. Там столько детей, конечно, что они уже везутся. А сколько дали танцевать? Ну, почти до конца, но там номер был, мутка. Ну, просто надо увидеть ребенка танцевать. И все, я опять уехала в деревню отдыхать. И потом мама позвонила уже из Москвы и говорит, что вот тебя для него, что ты пойдешь за свечу года. А ты как, ну, что, ура или что? Ну, я так обрадовалась, да, вроде ура, но может быть, может быть, надо расплакаться от радости. Ну, немножко поплакала. На всякий случай, как плакала. Что-то таких каких-то сильных, кому-то, у меня как-то особо не было, не знаю. Во втором классе академии я вообще хотела уйти из балета. Когда был такой период, сейчас он гораздо чаще. Второй класс, сколько лет? Сучу. Ну, где-то 12, может, 11. Ну, расскажи, что случилось, кто тебя обидел, мы раздремся. Нет, просто у меня болела нога довольно так, ну, серьезно. И был такой период, что я поняла, что я высокая для танца, потому что все были довольно ровненькие, а я так, как бы, очень выделялась. И мне было тяжело, потому что, ну, такая техника, она требует закачки какой-то, всякие, как, вообще собранности. И мне надо было все как-то в три раза сильнее. Сильнее твои руки, ноги собирать надо было. Все. В общем, я помню, что я как-то тоже говорю, мама, может, мне уйти из балета? Опять же, моя мама говорит, ну, еще годочек, походи, посмотри. А мама тоже поклонится балета, или почему она так хотела? Ну, мне кажется, ну, не сказать, что поклонится, она вообще у меня очень хорошо разбирается в искусстве, очень такой образованный человек, и, ну, ей нравится, и тоже музыка, танцы. Может быть, она увидела, что во мне просто есть что-то такое определяющее, да, я так думаю. Потому что это всегда видно, если ребенок как-то, ну, как сказать, светится, когда занимается чем-то любимым, когда не получается. Потому что я ходила в детстве и на рисование, и на левку, и в кукольный театр, в театральный кружок. Я, наверное, только на математику не ходила, а то все остальное ходило. Ну, мне все нравилось. Но как-то, видимо, танцы более такое было, что там. Ну, и потом все преподаватели и музыкальных, и все-таки родители же разговаривают всегда. Наверное, они как-то убеждают, ну, объективное какое-то мнение профессиональное. В втором классе мне поставили пятерку по классе. То есть, в первом классе у меня было три с плюсом, во втором уже пятерку. Но я также, у меня был хороший педагог в академии в младших классах, да и на курсах тоже. Вообще, мне повезло с педагогами, это очень важно. Но у меня было еще два прекрасных педагога на стороне. А, ты занималась... То есть, как бы, да. А это вообще нельзя, да? Ну, в академии нам говорили, если я узнаю, что вы занимаетесь дополнительно, то как между нами отношения пройдутся. Ну, это довольно строго, потому что там такое ревностное отношение к ученикам. Но, с другой стороны, не хватает того времени, которое уделяется, потому что детей много. Педагог все-таки один разорваться не может. И у меня были педагоги по классическому танцу, я занималась дополнительно, и по гимнастике. Я ходила на... ну, мы так называемые Динамо, потому что через Динамо прошло очень много балерин. Динамо это что? На станции метро Динамо был комплекс гимнастический. Это называется Динамо. И там педагог Ольга Владимировна, она вот специалист именно по растяжке, которая для балета нужна. Растяжка, заказчика, все прям шикарно. И вот Галина Степаненко, Екатерина Красанова там, я не знаю. Ну, наши все вот мои одногодки, скажем так. И сейчас у нее занимаются дети. То есть, прям золотые руки человека, скажем. Девочки, мальчики, вообще все. И она мне тоже помогла. Вот, как бы общими усилиями дотянула до пятого класса. Нас взяла другой педагог уже, который на курсах ведет. Гальцев Татьяна Александровна. И вот мы как-то выпустились. С грехом попала, чтобы заразить. Вообще, тяжело было учиться. Будьте, вот мы морально, вот как показывали в фильме «Большой». Действительно, прям, ну, такая давление на детей тяжело. Честно говоря, сейчас как-то вспоминаешь, думаешь, что уже ничего. Что это время какое-то прекрасное, светлое и радостное. Но было, конечно, что-то такое, сложности какие-то, ну, неудачи. Но в фильме «Большой» это все неправда. Я считаю, что просто, ну, это какое-то как-то преувеличение. Чтобы это было вроде бы не обидно, но вроде бы правильно. Мне кажется, они очень сильно преувеличились, нет? Они не преувеличились, они просто набрали. Такого просто нет. Ну, вот все, что я буду сказать. А в «Терном лебеде»? Да, там вообще красота загранная. Это уже театр. Загранная. Хорошо, то в твои годы, в принципе, после второго класса было более все или менее, да? В учебе? Да нет, конечно, нет. Ну, просто такой есть сильно выраженной мысли уйти у меня уже как бы не было. Потому что я смирилась с тем, что я высокая. Когда-то будет возможность выйти на сцену. Потому что в младших классах, у нас в Большом театре, есть балеты, где участвуют дети из академии. И вот брали моих одноклассниц, и там детей постарше, помладше, а меня нет. Потому что я выделяюсь из общей массы. Это тоже было обидно. Но я с этим тоже смирилась. А как ты смирилась? Ну, как? Ну, я же учусь, надо себя... Просто было так, что в музыкальной школе я очень много танцевала. Ну, там такие танцы как бы свои, да? А потом пришла и вообще на сцену не выходила. То есть раз в год концерт практики на сцене академии. Это трудно ребенку пережить, объяснить. То есть это все у них репетиции, да, а ты в них не участвуешь. Да, они выходят на сцену Большого театра, по сути. Просто нужен характер, чтобы это себе. И мозг как бы... И не говори, что я, конечно, умная. Вот, но... Нужно как-то ребенку самому с собой что-ли поговорить. Я не знаю. Определить, нужно ли тебе это. И насколько ты этого хочешь. Все-таки. Опять же, важна поддержка. И родители, и педагоги должны следить за эмоциональным состоянием. Это же всегда видно. Дети, они как бы читают, в принципе. А говорили ли тебе что-то про твой рост как раз? Ну, может быть, наоборот? Тогда уже ценитесь высокие балерины, когда-то училась? Ну, нет. Мне не говорили, что ты такая прекрасная, красивая. Там в школе такого нельзя говорить. Нет, ну, понятно, но вообще, что рост... Сейчас вот, ну, ты сама понимала, что становится эпоха высоких балерин. В принципе, это твой конер. Нет, я так не думала и как бы как-то не осознаю. Вообще, пока тебе не говорят какие-то вещи, типа, я не знаю, у тебя большой красивый подъем. Это красиво. Я об этом не думаю. Потом я смотрю, думаю, да, наверное, все-таки красней. Ну, сейчас я уже знаю, как использовать какие-то звалилинии, там все. Уже слежу за собой внимательно. А в детстве всему этому только учишься. Хорошо, давай, как ты выпустила, ты сразу попала в большой, или ты подавала в разных тратах, или как это вообще-то? Нет. Там у нас, значит, госэкзамен. И приходят туда руководители театров. И они могут пригласить либо на просмотр, либо уже... Ну, да, на просмотр, в общем-то, да. Меня пригласили только в большой, вообще никуда больше. Я не знаю, от чего это зависело. Может быть, им не нравится рост, или им не нравилось что-то, я не знаю. Ну, в общем... Как раз, мне кажется, не нравится. Видимо, может быть, у них были все не сильно высокие артисты. Не знаю, у меня какая-то вот была направка. Какой-то балерин, наверное. И как-то когда меня пригласили на просмотр, а потом прислали приглашение уже в труппу, я как-то даже не удивилась. Ничего себе! По-клами, как это сказать, самонадеянность. Но ты обрадовалась быть? Или как вам гав? Ну, ладно. Ну, было ощущение, что я уже тут, как бы. Но я не знаю, как это объяснить, но... Типа, так и должно быть. Ну, здорово, что в большой пригласили, да. Ладно. Ну, мне скажи, первое, когда ты первый раз пришла туда, что ты оправдал твои ожидания? Ну, вообще все это рассказывать тоже очень долго сложно. Но первый год работы очень-очень сложный в театре. Если нету какой-то поддержки... Не знаю, откуда. Со стороны родителей или там какой-то коллеги. Не знаю, тоже. В общем, очень сложно. Потому что мало задействованности, опять же. Получается такая же ситуация, как и в детстве. Ты в академии был звезда, сюда ты пришел. Ты не факт, что ты сразу в последнюю линию встанешь. Ты можешь полгода сидеть и учить в запасе. То есть вот у меня так было. Я первый раз вышла и 10 января. Я полгода ничего не делала. Никто тебе ничего не говорил, да? Ничего не говорил. А что можно сказать? Ну, потерпи там, скоро выйдешь. Да. Художественный руководитель, ты тебе скажешь? Нет, конечно, и как бы не спрашиваешь. Как будто тебя нет, получается, да? Да, получается, что вот ты был весь такой, знаешь, ухоженный. С тобой присматривали, как-то за цветочком каменным. Ой, каменным были, комнатным. А потом раз, и кинули в море. Просто в море. И ты один, и пытаешься просто не утонуть. Чё, плакала часто? У меня было такое ощущение. Нет, я вообще не плачу. Я сутью, конечно. А что ты делала? Дела кого-то на улице? Выходила и ора. Нет, просто это же бесполезно. Опять же, появляется какое-то рациональное мышление. А что толку плакать? Нужно просто работать, просто доказывать, что ты можешь, как бы, тебя поставить, если ты тут же справишься с задачей. Холеограф, ну, там, репетитор поймет, что на тебя можно положить. А вот это вот ощущение, когда тебя уже поставили, тебе нужно тут же справиться с задачей, оно тебе помогает или мешает? Ну, знаешь, когда вот большая ответственность, ты понимаешь, что заинтересует очень много от этого. Это как бы шанс. Да, это напряженно, напряженно. Очень много таких ситуаций напряженных в театре. Ну, как бы, со временем, конечно, отвлекаешься. Знаешь, как к людям, к разным относиться. Люди, что же разные. Как бы, знаешь, как себя вести. И, ну, в любом случае, нужно всегда не опускать руки. Потому что бывают ситуации, когда хочется... Ну, мне не хочется ничего делать, потому что зачем? Ну, а зачем ты сюда пришел? Вот, вспомнись снова и снова встань в станку и снова уворачивай свои пятки. Балет сам себя спасает. Потому что если бывает чего-то не хочется... Ну, у меня великая балетина. Это прекрасно. Я, знаешь, что меня спасает балет. Просто я смотрю еще раз где-то и вижу красивую фотографию, красивую видео. И я думаю, господи, как же это прекрасно. Никогда не брошу. Люблю-люблю, не могу. Не, на самом деле меня спасает музыка. Я иногда даже не хочу вообще приходить в театр. Это будет отрезка, но когда уже совсем, знаешь, как-то... От физической усталости появляет эмоциональная усталость какая-то. Вот, и потом... И вот я могу включить... Ну, я знаю, классику я очень люблю слушать классику. Она меня прям приводит в какой-то баланс. И прям меня успокаивает. И природа так же. И если мне куда-нибудь уехать... У меня был такой момент, когда мне не было долго работы. Я просто на 3 дня уехала куда-то. В загород, допустим. В лес? Ну, вот, грубо говоря, да, ходить там, листочки ногами пинать. Ну, вот это... Это мне помогает. Ну, потом возвращаешься и уже по-новому смотришь. Смотришь на коллег, которые все-таки, да, тоже добиваются работы. Берешь себя в руки, думаешь, я тоже смогу. Я же не зря здесь оказался. Ну, может быть, не на таком высоком уровне, как Светлана Захарова. Но у меня лучше здесь какие-то самособности. На самом деле, сколько вопросов. Все так интересно. Я думаю, что я потом запишу их. И если действительно... Ну, я попрошу подписчиков задать здесь какие-то вопросы тебе, чтобы они написали. И мы с тобой продолжим. Надо какую-то традицию с тобой вести. Потому что это очень интересно. Не знаю, будет ли кому-то интересно варно и слушать. Ну, у меня много вопросов. Например, про то, что конкуренция, конечно. Ну, я перескакиваю, потому что мы остановились на том, что когда дают роли, как это происходит. Но, с другой стороны, это взаимосвязано. Тяжело ли это психологически, когда все хотят... У вас все прям хотят пробиться? Ну, большинство, да? Ну, как? Те, кто приходят первые года, даже не обязательно первые, может быть, там первые пять лет. Те прям максимально усердно, конечно, работают. Потом находится какое-то свое место. Ну, как бы ниша в театре, да? И потихоньку споро формируется какой-то, так скажем, фундамент. И вот самая крепкая вот в нашем театре, например, основа – это кардебалет. И он уже примерно во всех спектаклях один. Ну, может, там человек пять где-то поменяется максимум. Но это такая крепкая основа. Есть люди, которые всю жизнь в кардебалете, и им это очень комфортно. Да, всем по-разному. Вообще, кардебалет Большого театра – это, в принципе, очень взорвало. И там сложно работать. В кардебалете очень сложно. Мало того, что ты должен красиво танцевать, выворотно и профессионально. Надо еще вот так вот следить за всеми, кто вообще, кто вокруг, кто наверху. Просто все, что здесь. Ну, а насчет конкуренции все равно? Конкуренция, конечно, высокая. Ну, опять-таки, нужно работать и обязательно труды вознаградятся. У нас сейчас ввели такое новое правило. У нас раз в две недели руководитель устраивает просмотры. То есть, если я что-то там, вариацию какую-то подготовила, я могу прийти, показать, как он говорит, «Если ты меня убедишь, я тебе дам станцевать». Ты ходишь? Бывает такая возможность. Я почетный член всех просмотров. Правда, я уже была. Я только на одном не была, а на всех стороне была. В общем, каждые две недели лепим пирожки. Потихоньку капаешь, капаешь. В общем-то, да, бывает, что я по два, по три раза показываю. А, кстати, вот, хотела спросить, а ты говоришь про рост, а в театре ты не почувствовала ли проблемы с ростом? Конечно, остро воспринимается, потому что в каждый балет не везде меня поставят. Значит, мне нужно настолько танцевать, чтобы уже какие-то сольные партии, чтобы невозможно было придраться. Ну, это уже стимул такой, на самом деле. Ну, да, это такая проблема, которая превращается в какую-то необходимость, необходимость работы. А много высоких у вас вообще, как ты? Нет, немного, вот, одна девочка у нас есть. Сейчас я скажу. Одна девочка вот прям как я, у вас там другая чуть-чуть поменьше, то есть у нас, в общем-то, трое. Еще есть немножечко поменьше девочки, но с которыми мы смотрим все более-менее нормально. А все остальные уже так пониже. Ну, в общем, у нас, наверное, человек, может быть, 5-6. Не так же много загромной трубки. Да? Ребята, еще у нас у творческого коллектива канала Таня Пустанцева возникла идея устраивать мастер-классы с нашими постоянными героями. В реальности, конечно. Но понятно, что они не могут быть бесплатными, потому что нам нужно будет арендовывать зал, оплачивать работу людей. Поэтому пишите в комментариях, кто из вас хочет, может посетить такое мероприятие в Москве, при условии, что оно будет стоить в районе 2000 рублей. Если будет набираться достаточно большая группа, то мы обязательно устроим интересный мастер-класс. И это будет не просто урок, это будет общение, ответственные вопросы и какой-то индивидуальный подход тоже обязательно. Жду ваших комментариев. Когда я волнуюсь, я ем. Ну, в общем-то, много. Потому что если люди, которые не могут есть, то я наоборот. Да, я вот снимем еще раз твои фигуры, чтобы все запомнили, что мастер-класса много ест. Не переживайте, она питается, она кушает. Нет, я ем только, когда волнуюсь. Волнуюсь я не часто. А, когда не волнуюсь, ты не ешь? Когда премьера. Вот у меня была премьера в Большом театре, такая более, ну, самая первая, самая такая волнительная. Тройка дрят сначала была в Дон Кихоте, но это было не так страшно. Тройка больших лебедей. И я пошла днем здесь, в японскую кухню. Мы сидели, ели суши с девочками перед Лебединым озером. За сколько? За пять минут? Да нет, ну как, днем у нас был перерыв. Но вообще... Суши, по-твоему, это много ешь? Нет, ну как бы вообще, ну вот балерины, которые так прямо ответственно относятся, волнуются, они ничего не едят. Я не знаю, часов с двух. А если вот у нас спектакль был в семь, а мы пошли в три. Ну как бы мы до пяти посидели где-то два часа на то, чтобы переварить обед. Не, на самом деле я нормально питаюсь и, ну, просто примерно за полтора часа до спектакля не рекомендуется вообще весь. Ну это где? Кто такие правила писал? Ну это для, ну, по-моему, личному пищеварению, в общем-то. А что у тебя сейчас будет? Утром у меня была репетиция до двух и двадцати, потом вот перерыв, мы с тобой посидели, поели, а сейчас... Поела панакотта, да, это вот ела, посидели и я поела. Вот. А сейчас у меня в семнадцать тридцать уже другая репетиция, но она недолгая. А потом домой, да? Сегодня, да, сегодня спектакля нет, сегодня домой. В общем-то короткий день. Это служебный вход, пятый подъезд на исторической сцене. Каждый день вы сюда приходите? Да, да, вот вспомогательный корпус, вот так мы переходим по переходику в историческое здание, там у нас гримерные, и мы переодеваемся и, в общем-то, готовимся, а в вспомогательном корпусе уже балетные залы. А, вот здесь вы занимаетесь? Да, да. Я все время ходила, все время мимо, думаю, где же вы занимаетесь? Вот этот первый большой зал, который на всех видео, там, где карто-балет, он здесь, в историческом. А здесь уже маленькие залы. Хорошо, ты к нам придешь еще на мастер-класс какой-нибудь? На провокацию. Не, ну как-нибудь, конечно, я постараюсь выбраться. Ну, ребята, пишите, что вам интересно, только не про растяжку и про шпагаты, я прошу вас, а то я уже устала растягиваться. А не, это что, про выбор отмести? Или про вы... Нет, пожалуйста, я прошу вас, давайте что-нибудь интересное, творческое, в общем. Пишите, предлагайте. Ставьте лайки! Ребят, пишите в комментариях, интересно ли вам было послушать от Марфы о ее пути в балете, какие вопросы вас интересуют о ее работе, о ее учебе. Пишите все в комментариях, и если вам понравится, то мы сделаем с ней еще такой же выпуск и продолжим разговаривать о балете и отвечать на ваши вопросы. Ребят, подписывайтесь на канал Таня Простанцы, кнопка где-то там внизу.